Да, там тонкая рука синяка, что вы все посидели в одной камере, представители разных таких вот комитетов, которые периодически друг с другом то воевали, то не воевали, гражданский комитет, все за честные выборы. Вы посидели в одной камере и каких-то там согласия вы все-таки нашли и увидели вы вместе проводить какие-то акции. Мы сидели все совместно, обсуждали в том числе эти вопросы. Дело в том, что, как известно, комитет за честные выборы, движение наше, оно создавалось на принципах по отсутствию какой-либо дискриминации в отношении друг к другу, без националистической основы. Гражданский комитет, Ольга расскажет, они не хотят от этого отходить. У них культивируется, к сожалению, до сих пор вот это вот отношение к нашим участникам движения, негативное, ксенофобское. От этого никуда, по всей видимости, не уйти. Поэтому говорить о том, что мы будем идти с националистами, а я считаю, даже нацистами и фашистами вместе, нет, такого не будет никогда. Такого не будет никогда. Дмитрий, можно вопрос? Минуточку. Минуточку, ваш вопрос, пожалуйста. У нас круглый стол, все-таки, у нас конференция. Поэтому я бы хотел высказать свое мнение, очень короткое. Но у нас не пресс-конференция, у нас круглый стол. Среди тех лозунгов, которые я услышал сегодня и прежде, мне бы хотелось добавить один. Поскольку я пожилой человек, но я бы очень хорошо помню. Хочу напомнить, тем, кто не знает об этом, сообщить, что 25 августа 1968 года 11 человек вышли на Красную площадь в городе Москве, протестуя против интервенции войск Варшавского договора в Братскую социалистическую Чехословакию. И один из самых таких лозунгов. Да, значит, их, конечно, тут же арестовали, отправили, как говорится, по уже известному всем присутствующему маршруту. Но сроки реальные получили, когда не сравнимые с тем, что вот сейчас, в частности, в адресовест на Богорас Даниэль получил три года высылки. Даниэль Александров, Вадим Ланэ получил, по-моему, четыре года. Кстати, сейчас только что опубликовано в открытой печати несколько документов оперативного характера КГБ по поводу надзора, очень интересные. Так вот, главным лозунгом этой демонстрации, вследствие которого чехи наопечатали в своей главной газете, что это, по крайней мере, по-моему, 11 причин, почему мы не можем и никогда не должны ненавидеть русских. Главным лозунгом был известный лозунг, потому что, к сожалению, забытый. За вашу и нашу свободу. По-моему, за нашу и вашу, нет? По-моему, за вашу и нашу. Ольга, вы ведете себя... Все, я закончил. Вы закончили. Мне бы не хотелось, чтобы этот лозунг, которому скоро исполнится через 30, я думаю, что, к сожалению, не доживу, около двух веков, чтобы этот лозунг молодежь не забывала. У меня вопрос к Ольге Курносовой. Я как модератор не должна задавать вопрос, но тем не менее. Вы знаете, Ольга, что в прошлом летом или позапрошлом, у меня уже в памяти были такие временные фишки, не очень отмечаются, на Шисты, на Селигере, использовали вот этот самый кол осиновый для того, чтобы разместить там, ну, метафорически, по крайней мере, портреты людей, которых, я надеюсь, все здесь присутствующие уважают. Я надеюсь, что вас здесь не ждали. Вас здесь не ждали. Не кажется ли вам, что вы, используя... Не ко мне. Так, я еще раз задаю вопрос, потому что это прозвучало от вас, вот эту самую кричалку, которую вам приписывают... Я ее не кричу. Я ее не кричу, и это даже не кричалка. Я говорю, что там было написано... Я не закончила, которую вам приписывают, что у вас есть основания все-таки говорить на ином языке, а не использовать те находки, назовем их так в кавычках, которые используют представители, не поддерживающие вы. Анна Академовна, вы совершенно правильно вспомнили, да, но это вопрос не ко мне, это вопрос к тому, кто составлял рапорт в моем отношении, да, потому что это не те слова, которые я кричу. Вы не хотите это протестовать? Нет, ну это, наверное, это можно протестовать, надо просто, так сказать, получить. Во-первых, мы будем, если говорить про мой суд, как раз по этому эпизоду, по 5 марта, у меня позавчера прошел суд, прокурор потребовал 10 суток административного ареста, судья не рискнула, но, тем не менее, так сказать, и, соответственно, у меня два штрафа по 22 и по 19.3, как раз по 19.3, там этот рапорт вот с этим колом, да, и мы будем, конечно же, протестовывать эти решения суда, в том числе и этот рапорт, да, потому что, как раз этот вопрос я задавала человеку, который составил рапорт, да, он, как бы, ничего по этому поводу сказать не мог. Соответственно, конечно, мы это будем протестовывать, безусловно. Спасибо. Так, есть еще вопросы? Да, у меня, значит, вопрос, что здесь прозвучала критика, как Геннадий Владимирович Миненко, юрист, я представляю, что не было, что на настоящий момент. Здесь прозвучала критика, в частности, в адрес Ростанского комитета и даже лично Ольга Курносова, кстати, пользующаяся огромным муниципалитетом, в городе. Значит, в отношении того, что якобы, значит, Ольга Курносова допускает недопустимый союз с национальными, значит, мне бы хотелось бы спросить, полагают ли, что, полагают ли, что, полагают ли, непосредственно, значит, Милаем, как представителя гражданского комитета, полагают ли, господин или товарищ, как уж удобно, не лает, значит, такую вещь, что, в общем-то, по виду представителей национальных меньшинств Санкт-Петербурга должны, прежде всего, решить, а не поим образом, не мелькорусские товарищи, допустимый или не допустим союз с русскими националистами. Как представитель национального меньшинства, с одной стороны, как Украине, с другой стороны, как представляющий здесь прибалтийское издание, должен сказать, что мы гораздо более допускаем такие вещи, как определенный перебор в союзе с русскими националистами, чем перебор в союзе с левыми. По крайней мере, потому что русские националисты сейчас не ходят с портретами Гитлера, а левые допускают стадинические лоски. Мы готовы и на союз с правыми, и на союз с левыми. Не надо ходить ни с портретами Сталина, ни с портретами Гитлера. Причем правые не ходят с портретами Гитлера в последнее время. Параллелить не надо проводить. Это абсолютно правильный параллел. Это неправильный параллел. Так, давайте, давайте тоже... Аккуратнее. Я являюсь носителем вообще право-либерального взгляда. Очень приятно. Поэтому, что касается Сталина, вы должны понимать, соответственно, с моими взглядами, какое у меня к нему отношение. Так вот, дело-то как раз в том, что у нас в Комитете движения за честные выборы нет представителей радикально-коммунистической направленности. Сталинистов и так далее. А вот среди Гражданского комитета и такие наши есть. То есть у нас в основном люди и организации, понятное дело, что есть и коммунисты, есть и социалисты, есть и либералы разных мастей. Но мы друг к другу, по отношению друг к другу, себя ведем в порядочный раз. Значит, мы не допускаем по отношению к своим товарищам, да и не только к своим товарищам, а и, собственно, к оппонентам никаких синокопских высказываний. Если вы помните, я думаю, все помнят 4 февраля, что произошло. Нас просто говорили, что выматываетесь из страны, если вас что-то не устраивало. Это говорил непоследний человек в Гражданском комитете. Он и остается непоследним человеком в Гражданском комитете. Но мы не можем с такими людьми сотрудничать и не хотим. А почему вы не называете? Да я не хочу его постоянно муссировать. Николай Бандарик, пожалуйста. Кстати, сидел с нами вместе. Николай Бандарик сидел с нами вместе. Значит, пока какие-то вопросы, касающиеся полиции, задержания, еще можно обсуждать. Чуть куда в сторону это все. Значит, съезжание сразу на гей-сообщество и на Россию для русских. Вместе нам не по пути. Все-таки, все-таки для сравнения. Что касается сталинистов, то сталинисты есть, к сожалению, даже за этим столиком. Никто иной, как Николай Морозов, даже просил, чтобы у него в протоколе было отмечено, что якобы он на акции, не знаю, кричал он или нет, кричал что-то там во славу Ставы. И опять-таки скажу, Николай Бандарик во славу Гитлера ничего не кричит. Дальше, могу еще пояснить? Большой редкий был. Геннадий, Геннадий с нами тоже два дня сидел. У него были шансы задать вопрос. В автобусе. В автобусе. Вот. А я просто, я сказал, что в шутку, написал бы проставить. Ну, не надо же, Геннадий. Значит, в автобусе были более важные вещи. В частности, было неповиновение задержанных. Ну, и скажу так, что, в общем-то, из всех присутствующих в автобусе, из всех присутствующих, наиболее недостойно вел себя Роман Григорнев, который благодарил сотрудников милиции за сопровождение. Примерно в то же время, когда другие, в том числе рядовые люди, которые были задержаны, обещали перевернуть автобус, повскрывать себе вены. Я лично обещал это по телефону дежурному прокурору по городу. По той простой причине, что мы подверглись заведомо незаконному задержанию. После того, как мы были из полицейских участков освобождены и подписали, соответственно, протокол АЗ, мы были освобождены. Никаких больше прав у милиции не было. После того, как человек подписал протокол о освобождении из отделения, у милиции нет иных прав, кроме как транспортировать его в мировой суд. То есть они должны стоять там столько часов, пока не состоится заседание мирового суда. Когда нас пытались повезти обратно, мы, соответственно, заявили, что это заведомо незаконное задержание, которому мы, как законопослушные граждане, не обязаны сопротивлять. Известно, я разговаривал с руководителем полиции, который мы сохраняли, и действительно их убедил, что люди на нервах, и им не надо применять никаких жестких санкций, что вся их популизм и провокация – это просто нервы. Еще один протокол. Да, и это действительно призывали раскачивать автобус. Да, мы обращали внимание, что люди могут на все пойти. Поэтому, естественно, делали все, чтобы не было, скажем так, серьезных последствий для людей, которые уже на нервах, выглавили с семьей. Спасибо. И политики. Можно мне высказать, чтобы это было? Пожалуйста. Касательно объединения. На самом деле, ксенофобия – это дискриминация по взглядам в том числе. Поэтому, как только, Всеволод, вы заявляете о том, что у националистов вы вычеркиваете, вы вычеркиваете, вот это-то ровно и есть ксенофобия. Когда у нас присутствует в гражданском комитете «Все», это как раз и говорит о том, что мы объединяем всех, даже тех, чьи взгляды нам не близки. Потому что, если мы хотим освободить страну от диктатуры, надо объединять всех. И другого способа нет. И, к сожалению, 5 марта показала, что радикализация протеста неизбежна. Не мы этого хотим. На это нас толкают власти. И это тот путь, по которому мы будем идти. Мы должны заставить власть вести переговоры о мирном транзите. Пока это не произойдет, все остальное бессмысленно. Никакие референдумы. Какие референдумы при этой вертикали избирательных комиссий? По-моему, тех каруселей, которые были сейчас, это все несерьезно. Власть должна понять, что либо ситуация будет меняться эволюционно, либо будет революция. Я не сторонник революционного пути. Но если власть не начнет идти на диалог, революция станет неизбежной. Это было мнение Ольги Курносовой. Пожалуйста. Спасибо.